Светлана, здравствуйте! Рады очень видеть вас в качестве участника нашего конкурса. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе и о том, как вы оказались в сфере инклюзии. Меня зовут Магомедова Светлана Юрьевна. Считала, что жизнь моя закончилась, потому как работы нет, а что такое без работы. Но на помощь мне пришло общество слепых. Я попала в общество слепых, и там меня сразу, они приняли в свою жизнь. Начала с ними принимать участие в конкурсах, художественной самодеятельности, ездить на ТОС-треты. Ну, в общем, вот такая вот коллективная такая жизнь была. А потом меня направили на реабилитацию в Волоколамский ЦРС. И вот там, в общем-то, они меня и направили по этому пути, по пути инклюзии. И вот с тех пор я и в обществе слепых и работаю. Вот так вот. А что, как бы, в основном, вот вы сказали, да, творческая деятельность, да? Это, что составляет основу вашей деятельности сейчас? В общем-то, я все время чему-то учусь новому. Не на чем вот определенном, вот сейчас, не зацикливаюсь. Начинала я с вязания крючком, потом в Волоколамске научились в сероплетении, потом ездила в Кучково, там, в реабилитационном центре, там, научили власти пластилину, обращение с пластилином, потом в Алянею. В общем, там очень много техник было. Лепка из глины, очень интересно было в Кучково. Потом ездила я в Казани, там в Казани свое было. Там мозаика на тарелочках очень интересная была. Ну, в общем, очень много. Ну, и, конечно, сейчас интернет, там тоже много разных практик. Мне очень нравится всякое творчество и нравится делиться этими своими умениями. Мне нравится делиться с нашими членами общества слепых, со своими коллегами, так сказать. Я с ними с удовольствием делюсь. Светлана, скажите, пожалуйста, вот сколько людей, да, вот, ну, в таком вашем близком, как бы, круге, с кем вы непосредственно взаимодействуете, да, с кем вы обмениваетесь, вот, своим опытом, умениями делитесь, делитесь, ну, ориентировочно. Да, ориентировочно где-то вот постоянно бывает человек 20. Ну, люди меняются, кто-то пришел, кто-то ушел, вот так вот. Ну, в пределах 20 человек постоянно мы вот общаемся. Взаимодействуете, контактируете. Да, 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 да. Наша районная, межрайонная улица. Межрайонная. Да, да, там два района будет в наше общество. Да. Светлана, скажите, вот, если говорить о вашей такой внутренней мотивации, да, в той деятельности, которой вы сейчас занимаетесь, что вас мотивирует, что делает вас, ну, заставляет, да, вот, утром вставать, двигаться, да, идти и осваивать новое, учиться. Я вообще человек такой общественный, энергичный, просто сидеть дома я не могу, мне нужно, у меня внутренняя потребность двигаться что-то, а уж поделиться тем, что я знаю, это вообще очень интересно, мне это нравится. И нравится, когда люди, ну, нахожу ответ, отклик нахожу. Когда интересно то, что я делаю, людям интересно. Вот, когда красиво. Я стараюсь вообще-то, ну, как незрячие люди, они все через пальчики чувствуют. Да, да. И чтобы вот эти вот творческие работы, картины там или еще что-то, вот, чтобы можно было все это потрогать и почувствовать. Вот, вот, в основном вот такой вот. Хочется, чтобы люди чувствовали красивое. Красивое, да. Если мы не видим, мы пальчиками чувствуем, красивое. Красивое. Здорово. Спасибо большое. Светлана, скажите, а вот можете поделиться таким вот самым успешным, счастливым эпизодом в вашей вот работе? Вы знаете, когда первый раз я уговаривала своих людей, значит, заниматься бисероплетением, я тогда только научилась этому. Ну, как, из бисера-то все мы понемножку плели когда-то, но это было по-зрячему, это было совсем другое. А когда вот я узнала техники «Наш Низьячий» в Волоколамске, мне захотелось с ними поделиться со своими людьми, потому что это совершенно несложно и очень интересно. Очень красивые вещи получаются. Они смотрели на то, что я делала, им это очень нравилось, но они считали, точно так же, как и я когда-то, что это для них совершенно недоступно. Вот, и мне хотелось их убедить в том, что мы все это можем. Вот, они говорили, да вот и что, мы же не видим, это же такая мелочь, это там же эти бисеринги такие маленькие, ну, как же мы из них что-то будем делать, если мы их вообще не видим? Не нужно видеть, у вас все получится. Они пришли, они не верили. А потом, когда к концу занятия, у них получается, они видят, что у них получается, они рады этому, и говорят, ну, надо же, вот, посмотри, как мы красиво все это делаем. И вот, когда я видела, что у них вот такая радость была, и мне тоже было, я была просто счастлива, что вот они увидели, что они могут, они просто поверили, что они могут, они поверили в себя. Здорово, действительно, да. Вот этот отклик, да, он вдохновляет двигаться дальше, да. Светлана, скажите, а если вот резюмировать ваши достижения, да, вот так похвастаться тем, что уже получилось освоить, научиться за вот это время, да, вот как их, как можно их обозначить, эти достижения, вот, назвать, рассказать о них? Я принимала участие в двух национальных чемпионатах Аберидикс российских. Вот первый российский чемпионат, вот я в нем тоже принимала участие, только-только в начале этого движения в России. Вот там я принимала участие в номинации «Заня на гражданском», заняла там второе место, это было в пятнадцатом году, а в шестнадцатом году в составе нашей делегации я ездила на Велиатный международный Аберидикс в Бордоу. Вот там пятое место заняло. Здорово. Да, потом был первый, краевой наш Аберидикс, где первое место занялось, снова поехала на российский, уже был, по-моему, третий. Аберидикс, да, там только четвертое место заняло, и, в общем-то, уже, наверное, возрастное ограничение, уже я туда не попадаю, на Аберидикс. Но ездила еще на парадельфийские игры были, в Удмуртии. Ну, это по творчеству. По творчеству, да. Да, по творчеству. Это там у нас еще бывают свои... Четана, можно уточнить? Это имеется в виду творчество, это вязание, да, бисероплетение, да? Это все, это лазоплетение, бисероплетение, вязание, картины там, кинусайка, кинусайку делала, пластилинография. В этом году я попробовала рисовать. Акрилом попробовала рисовать. Вот это вот, так сказать, мечта моя, что научиться рисовать. Да. Вот. Попробую, может быть, получится. Но не получится, все равно интересно. Должно получиться обязательно. А вообще, ну, все, что можно, вот, все, что можно, все, что интересно, я все пробую. Всякие, из бисера так, и картины, и брошки, и чего-то, чего только не делали. И деревья, и цветы, все-все-все со своими делами. Да, да, да. Там и лоскутные техники, ну, в общем, очень много кукол, обереги всякие. Вот. Много чего. Ни от чего не отказываешься. Всегда все интересно, новое всегда все интересно. Здорово, да. Очень здорово. Стан, вот, наверняка, ну, это естественно, да, у каждого человека в жизни случаются трудности, да, и вот, когда вы сталкиваетесь с трудностями, да, вот, как вы их преодолеваете? Расскажите об опыте преодоления трудностей. Вы уже сказали, я думаю, о самом главном таком опыте, да, преодоления, когда вы действительно приняли ситуацию вот такого некоторого, да, ограничения, да, своего и начали использовать ее для развития других своих способностей, качеств, да, вот, а были еще и ситуации, да, которые удалось вам вот так справиться, преодолеть? В общем-то, трудности вот сейчас, это бывает материального плана трудностей, ну, это мы решаем через спонсоров или там где-то мои средства, если там что-то такое небольшое можно, вот, вот так решаем. Есть трудности, ну, психологического характера, когда нужно убедить людей в чем-то, вот, тогда уже стараюсь на своем собственном опыте или на опыте других людей, которые вот такие же, как мы, но у них вот получаются. Вот на примере, вот на таких примерах пытаюсь убедить других, вот, в чем-то, что мне нужно донести до кого-то. Да, да. Вот так вот, да, а так в основном, в общем-то, трудности таких и нет. Только психологические вот эти трудности, барьеры у людей. Барьеры, угу, преодолевать. Вот их нужно преодолевать. Вот бывают, конечно, материальные трудности, которые мы не можем лишить. Вот, допустим, я очень люблю возобретение. Я в Аблоколамске закончила курс по возбитению. Мне это очень нравится. Вот это очень увлекательное занятие. Но для этого нужны не только средства, допустим, там, на что-то, но нужна еще и мастерская. Без мастерской здесь никак, а это уже вот для нас это неразрешимая пока задача. Да, тоже требует, да, вложения. Да, вот такие трудности бывают, что пока что непреодолимые. Но занимаемся тем, что можем. На что у нас есть возможность, и желание, вот с другим занимаемся. На другое русло направляем себя. Светлана, скажите, вот с каким девизом вы идете по жизни вперед? Нужно делать то, что нравится. Жить с теми людьми, которых любишь. И идти туда, где тебя ждут. Просто, просто и действительно такая инструкция к жизни. Очень простая, доступная и очень очевидная, важная. Здорово. Спасибо, Светлана. Смотрите, вот такой вопрос относительно учителей, да, ваших наставников. Вот кого вы в жизни считаете учителем и почему? В общем-то, главный учитель – жизнь, конечно. Сама жизнь. Жизнь на всему, да, сама жизнь. А вот так вот, если о людях говорить, то во многом для меня примером, кажется, был мой папа. Его давно нет уже, но, тем не менее, вот я мысленно постоянно с ним советуюсь. А совсем недавно мне довелось встретиться с замечательным человеком. Это отец Лев Аршакян, когда я была в Кучково. Он там окормляет дом слепоглухих. И, в общем-то, он мне очень помог в моей непростой ситуации. Он мне помог из нее выйти. И вот, когда мы расставались, он говорил, есть ли будут какие-то проблемы. Я знаю, что я в любой момент трудно могу к нему работать. Вот такой вот человек есть. Здорово, да. Спасибо большое. А Светлана, а вот можете поподробнее немножко рассказать о том жизненном этапе, который вас привел в сферу инклюзии? Я имею в виду тот значимый эпизод, когда вы уже начали заниматься в этой сфере и уже приняли решение двигаться дальше, развиваться. Потому что именно он повлиял так радикально на дальнейшую вашу жизнь. Ну, просто немножечко подробнее. Был такой момент. Значит, когда меня отправили в Волоколамск, я-то уже нашла в себе силы, начать новую жизнь, там все это делала. Но вот именно в творчестве проявлять я считала, что это для меня недоступно. Уже все это в прошлом, и у меня этого уже не будет. Вот когда попала в Волоколамск, там такие замечательные преподаватели, они не только вот такие вот творческие, они еще и хорошие психологи там. Они как будто вот в душе свет зажигаются, понимаете? Такие вот замечательные люди. Значит, и там они показали мне и рассказали, и научили, что мы, даже не видя, можем творить такие вещи, которые иногда бывают даже недоступны зрячим. Да. Вот там меня и привели на Белиндекс, что я могу, вот посмотри, вот много людей таких, и ты такая же вот среди них, и ты тоже можешь. Вот. Я вспомнила все свои навыки, которые раньше у меня были. Я когда-то вязала с детства, вязала, любила вязать. Вот поэтому я и начала с вязания, с того, что я умела. Мне доказали, что это все от меня не ушло, оно никуда не делось. Оно вот оно есть, только теперь все это есть, тем более, что учат с нуля незрячих вязать. А если у меня все это было, так мне еще намного проще. И вот они привели меня в Волоколамск, на вот этот Белиндекс. И там я убедилась, что я могу это. И когда там, опять же, в Волоколамске такая обстановка, что мы не только что-то делаем сами, но еще и делимся друг с другом. Мы можем друг друга чему-то научить, что-то показать, что-то рассказать, подсказать, поддержать. Вот всему этому, всему этому, меня научил Волоколамск. И когда я приехала, вернулась домой, я поняла, что мне нужно все это применить на своих людях, потому что они никуда не едут, они тут на месте, им никто не поможет. И если я знаю, как это сделать, почему я не могу это сделать? Тем более, что им это нужно, я же вижу, что им это нужно. Вот так вот получилось, что я начала их тормошить, привлекать. И, в общем-то, они отзываются, и они очень хорошие, очень отзывчивые. Вот в разных сферах творчества, и оно разное бывает. Вот недавно, в прошлом месяце буквально, ездили на ТОСЛЁД. Команда обычно бывает другая, но в этот раз в связи с коронавирусом, вот с этой обстановкой, значит, на ТОСЛЁД могли участвовать в ТОСЛЁД, и только вакцинированы. И вот девочки поехали, уже такие, как и я, были в возрасте, может, чуть помоложе, но, тем не менее, у них было желание, там основное задание на ТОСЛЮДе было завязывать туристические условия. Довольно непростое. Непростое, да, да. Да, непростое задание, узлов этих 10 штук было, надо было выучить. Вот настолько отзывчивые девочки были, восприимчивые все это, мы с ними за два вечера выучили все эти 10 узлов, и мы победили на этом ТОСЛЁДе, первое место заняли. Здорово. Да, здорово. Вот так вот. Это ничего невозможного, действительно, да. Светлана, расскажите, вот какой цели вы мечтаете достичь? Такой глобальный такой, можно сказать, вопрос. Вот. Понятно, что есть какие-то, да, вот такие рубежи, которыми вы двигаетесь, да, а вот ваша мечта, вот чего вы мечтаете достичь на данный момент? Вы знаете, мечта у меня всегда была одна. Я вообще всегда хотела семейного благополучия. У меня в жизни вот это вот самое-самое главное, чтобы у моих детей, у моих внуков, ну, все было замечательно, чтобы были здоровые и счастливые все мои родные дети. Вот этого мне всегда очень хочется, самое главное, цель моей жизни. Спасибо большое. Ну, и если вот говорить о таких ближайших планах, да, вот на будущее, то какие идеи вы хотели бы осуществить, вот планы, которые хотели бы реализовать? Вот я еще со своими, так сказать, друзьями не делилась вот этими, пока мы... Мыслили. Да, и умениями. Вот по поводу рисования. Мне очень нравятся пластилинографии, я ее уже попробовала, думаю, что получается. Вот она мне очень нравится. Вот. Ездила в Ессен-Круке недавно, вот там я со своими, которые были вместе со мной, значит, однопурсниками, я с ними делилась, им понравилось. Это пластилинография, со своими еще не делилась. И вот именно вот рисование, вот приемы рисования, которые я уже выучила, и которые у меня получаются, мне бы хотелось с ними тоже поделиться. Такая радость, когда вот под своей рукой рождается какая-то такая красота. Вот это очень хотелось. Здорово. Ну, мы желаем вам досвоить и это действительно добиться и в этом тоже направлении, успехов и получать такое же удовольствие, как вы получаете от всех других форм творчества. Спасибо вам большое за встречу. Было очень интересно познакомиться, узнать о вас и творческих вам дальнейших успехов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok